так хотел показать по поводу чайника в электрочайнике они тут один за одним уходят в мир иной чаще всего вот для того чтобы они не уходили нужно просто перед покупкой но вернее после покупки если там по эксплуатировали чуток хотя желательно сразу принципе здесь нет на них пломбы ничего нет вот сразу желательно вот эта вот часть куда вставляется чайник нужно просто разбирать и вот так вот запаивать потому что чаще всего это вот эти элементы расшатываются начинает она там под накаляться и так далее вот потом этот элемент тоже здесь у нас получается чаще всего но они не появится как заклепки тоже расшатываться здесь тоже нужно пропаивать желательно в середине там контактики тоже если есть возможность добраться туда вот и тогда чайник вам прослужит верой и правдой намного дольше чем вообще предполагалось так что ну вот да здесь была нанесена теплопроводная паста которая засохла хоть чайнику не знаю полгода наверно вот тоже надо обновлять поставить новенькую и тогда опять же повторюсь чайник прослужит дольше чем предполагал это производитель также здесь да вот эту тушку тоже бывает от разъемы вот эти контакты тоже будет расшатывается и она начинает калит накаляться чернеть синеть билете потом все отгорает так что вариант только один пропайка самый лучший контакт на какой можем достичь на этот пропаять вот это или в электричестве когда проводку делаем да это дольше дороже но намного лучше никакие там скрутки не обеспечит такого классного контакта как пайка вот такая вот такая вот рекомендация